22 марта Православная Церковь чтит память сорока святых. Это воины из города Севастия, что в Армении, которые отказались принести жертвы идолам. Эти люди приняли мученическую смерть из-за веры в Бога. В их время люди исповедовали язычество, а святые самоотверженно отстаивали права христиан и проповедовали свою веру и религию. За отказ принять язычество сорок святых были заточены в тюрьму. За свою религию люди пострадали и их предали мучениям, но даже при виде смерти они не отреклись от веры в Бога. Память о них чтят и сегодня, каждый год 22 марта. Праздник сорок святых севастийских мучеников в народе называют просто «праздник сорок святых» или даже еще короче «праздник сороки», из-за чего иногда возникают путаницы, будто этот праздник в честь птицы. К слову, приметы дня как раз связаны с птицами. В праздник сорока святых пекут жаворонков, это особые булочки из постного теста, так как праздник приходится на время Великого Поста. Дата этого праздника не меняется из года в год, и во многих регионах он ассоциируется с окончательным вступлением весны в свои права, так как примерно в это же время наступает праздник весенней равноденствия. День весеннего равноденствия в 2021 году пройдет немного раньше, 20 марта. Сорок севастийских мучеников – это небесные покровители всех мужчин, особенно воинов и путешественников. Перед иконой сорока святых молятся о духовной помощи в трудный час гонений и заточения, об укреплении силы духа, чтобы достойно перенести все испытания. Также перед этой иконой молятся женщины о том, чтобы их родные мужчины благополучно и поскорее вернулись из дальней дороги. Еще накануне этого праздника, в воскресенье, священники советуют посетить церковную службу, послушать проповедь про сорок севастийских святых и их духовный подвиг. 22 марта принято молиться за родственников мужчин и просто за дорогих сердцу представителей мужского пола. Считается, что праздник сорок святых в народе тесно связан с жаворонками. И этому есть и церковное объяснение, мол, птица во время полета резко пикирует вниз, но никогда не разбивается. И в этом многие видят ее смиренное доверие воле Божьей. Считается, что так же и человек должен всегда полагаться на волю Господа и принимать все повороты своей судьбы. Праздник Собор сорока мучеников севастийских – это праздник поминальный, когда почитается память сорока воинов, которые отдали свои жизни во имя веры в Христа. Тем не менее праздник не считается грустным. Сегодня принято вспоминать своих умерших родных, желать им добра на том свете, испытывать радость от того, что эти добрые люди когда-то были с нами. В народе это был один из любимых дней, который назывался Днем Жаворонка. Есть хорошая примета, которая гласит, что сегодня каждый человек может привлечь к себе удачу. Если увидеть сегодня жаворонка, значит, богатым будет в году. Также приметы на 22 марта говорят, что главное благое дело этого дня – испечь печенье жаворонки. Оно сакральное. Нужно сегодня всю семью угостить этим печеньем, тогда у каждого будет в этом году удача. Также этим печеньем угощают всех родных, близких, детей, соседей, просто людей с улицы. Остатки печенья и крошки выбрасывать нельзя. Их нужно отдать, склевать птицам. Тогда к вам придет большое благосостояние. Что же категорически нельзя делать в этот праздник? Считается, что сегодня нельзя ругаться и ссориться. Нельзя грустить и унывать. Нельзя брониться и сквернословить. Нельзя жадничать и отказывать в милостыне. Нельзя обижать других людей. Нельзя обижать птиц. Также 22 марта люди собирались всей семьей за столом и трапезничали, пели песни и прославляли приход весны. Было принято сегодня задабривать ее разными дарами и угощениями. Люди верили, что если хорошо задобрить дух весны, то она выдастся теплой и плодородной. Это был лучший день для начала работы на полях и огороде. Люди вносили семена в обработанную почву и высаживали рассаду. Существовало верование, что именно посаженные в этот день семена принесут отличный урожай, и люди смогут спастись от голодной зимы. 22 марта было принято свататься. Считалось, что пара, которая обвенчается в этот день, будет жить долго и счастливо. Такая пара никогда не ссорилась и пребывала в хороших отношениях. Печенье и жаворонки в этот день обычно выпекали 40 штук по числу погибших мучеников. Для этого использовали упругое, хорошо вымешанное тесто, а в качестве смазки применяли сладкий крепкий чай. Печенье раздавали ребятне, приговаривая. Жаворонки прилетели, на голову детям сели. Детвора залезала на крыши, привязывала жаворонков к шестам и зазывала птиц скорее прилетать и приносить весну. Затем выпечку крошили и раскидывали по сторонам. Впрочем, весна могла быть и обманчивой. Утренние морозы еще бывали сильны. Если 22 марта случался утренний мороз, говорили, что начались сороки, 40 морозных дней. Чтобы защититься от утренних заморозков, хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки 40 шариков. Про них говорили «сороки святые, колобаны золотые». Шарики полагалось по одному в день выбрасывать из окна в течение 40 дней. У молодежи в этот день были свои забавы и игры. Они собирались на танцы. Сначала девушки исполняли обряд замыкания зимы и размыкания весны. Они разрывали 40 веревочек или разламывали 40 палочек. Это действие, по мнению наших предков, разрывало путы злых духов, сковывающих землю зимой и способствовало наступлению весны. Затем начинались массовые гуляния. В народе считается, что те, кто родился в этот день, отличаются силой духа и мужеством от остальных. Такие личности никогда не сдаются и всегда идут только вперед к поставленной цели. Они не привыкли ждать помилования или подачек от жизни, а совсем наоборот, сами строят свой мир и свою жизнь. Рожденные 22 марта опережают окружающих и находят гениальное решение даже повседневной рутинной задачи. Они никогда не станут лукавить или злословить и показывать свое превосходство над остальными. Это честные и откровенные люди, которые скажут вам всю правду в лицо и не станут ничего скрывать. Именинники этого дня – Кирилл, Иван, Максим, Александр, Ян, Афанасий. В качестве талисмана таким личностям подходит янтарь. Этот камень защитит от недобрых глаз и завистников. С его помощью можно обрести покой и жизненную энергию. В народе считается, если в этот день пошел снег, то год будет урожайным. Если вы сегодня услышите пение птиц, то скоро придет весна. Если вы в этот день заметили иней, то ждите теплую осень. Если на улице собаки громко лают, скоро придет оттепель. В народе считается, что сны в эту ночь никогда не сбываются в реальной жизни. Они показывают ваше внутреннее состояние и ваши переживания. Не стоит зацикливаться на своих снах. Вам нужно больше внимания обратить на свою жизнь. Постараться ее нормализовать и привести в тонус. Только так вы сможете все уладить. Меньше нервничайте и не принимайте все близко к сердцу, чтобы обрести спокойствие. В народе считалось, если на сороке тепло, то и следующие 40 дней будут теплыми. Также люди верили, если сегодня помолиться сорокам мученикам о сохранности своих близких, то родные всегда будут под надежной защитой воинов Христовых. Приметы на 22 марта говорят, что если сегодня человек насчитает сорок печук, то значит он будет обладать очень крепким здоровьем и станет самым счастливым. В народе говорили, на сороке день с ночью мерится, равняется. Если заморозки продержатся 40 дней, то летом будет тепло. Мороз, случившийся 22 марта, обещает урожай, в особенности проса. Какая погода на сороке, такой она будет еще 40 дней. Теплый ветер сегодня сулит дождливое лето. Галки и сороки встречаются в большом количестве, значит скоро будет тепло. Если чайка прилетела, скоро лед пойдет, весна начнется. Если жаворонок прилетел, это к теплу, зяблик прилетел к стуже. Какие же главные приметы, традиции и обычаи этого праздника? Согласно народным традициям, в этот день обязательно идут в церковь, молятся, благодарят Бога за все, просят защиты от невзгод и болезней. В народе день 22 марта связан с началом весны и концом зимы. Именно поэтому с этой датой связано много народных примет и поверье. Так, например, смотрели на погоду. Какой она будет 22 марта, такими будут и следующие 40 дней. А вот если на сороке прилетают птицы, то значит совсем скоро будет тепло. В этот день очень важно понять, когда высаживать рассаду, чтобы она прижилась, но и так, чтобы ее не погубили морозы. Если прилетевшие птицы начинают видеть на солнечной стороне гнезда, то это означало, что лето будет холодное и дождливое. Если холодная погода на праздник сорока святых, то будет хороший урожай гречки. Если на сороке выпал снег, то ждите холодную пасхальную пору. Еще одна очень известная традиция этого дня. На сороке в домах обязательно пекут булочки в виде птичек. Птичкам делают из изюма глазки, а в само тесто добавляют разные орешки. С такими булочками также связано гадание. Например, одну из булочек нарочно пересаливают, во вторую кладут монетку, а в третью кольцо. Кому какая булка достанется, у того такая жизнь и будет. У кого-то печаль и досада, если достанется соленая птичка. У кого-то достаток, если вытянет монетку. У кого-то будет свадьба, если достанется кольцо. Самый простой рецепт таких птичек. Нужно для этого взять пару килограммов муки, упаковку дрожжей, стакан масла растительного, стакан сахара, пол-литра воды и щепотку соли. Замешивают хорошее и тугое тесто. Из него нужно сформировать птичек. Это несложно и можно приноровиться. Затем птичек покрывают крепким сладким чаем и выпекают. В тесто также можно бросить орешки или изюм. Жители некоторых деревень считали своим обязательством в этот день кататься на качелях. И чем выше взлетишь, тем лучше будет урожай. А еще носороки выкапывали дерево, пересаживали его в огромный ящик, наряжали яркими лентами и бантами и носили по деревне, а затем ставили в том месте, куда хотели привлечь теплую весну. Считалось, что весна непременно увидит такое яркое и красивое дерево и очень быстро прилетит. А еще считается, что сороки – это детский праздник, потому что детям уделяется в этот день много внимания. Например, хозяйки делают из соломы 40 небольших гнезд и кладут туда булочки в виде яйца. Такие гнезда выставляют во двор, чтобы порадовать ребятню. По другим приметам, это делается для того, чтобы куры не заходили в чужие дворы и несли яйца только дома. Кроме того, считалось, что такие обереги уберегут птицу от разных болезней. Детей угощали также печеными птичками, устраивали для них разные игры и конкурсы, потому что в этот день в доме должен быть слышен детский смех. Жилище должно быть наполнено радостью и надеждой на лучшее. А еще смотрели на хозяйство – свое или соседей. Если находили гнезда птиц, то это считалось высшим благословением природы. Значит, в доме всегда будет достаток, мир и здоровье. На сороке принято было приглашать в дом близких людей, и чем их больше будет, тем лучше. В доме должно быть шумно и весело. У многих народов принято на сороке убирать в доме, вычищать грязь и выносить мусор. Вместе с тем, праздник сорокамучеников связан с некоторыми запретами. Чего же нельзя делать на сороке? Этот праздник выпадает на Великий пост, поэтому все запреты переносятся и на этот праздник. Единственное, что происходит, это опослабление в еде. В пищу можно добавить немного растительного масла и выпить в этот день немного когора. Считается, что как раз убирать и вообще работать в этот день нельзя. Запрещается шить, вязать, что-то ремонтировать. Даже были споры насчет посадки гороха. По одному поверью, сажать горох необходимо именно в этот день. А по другому, что в этот день нельзя вообще работать на огороде, иначе будет плохой урожай. В общем, разрешается только печь, чтобы задобрить весну своими кулинарными изысками. А еще говорят, что в этот день нежелательно одалживать деньги. На праздник сорока святых не принято ругаться, гневаться, допускать плохих мыслей. Наоборот, вспоминают о непоколебимой вере, о силе духа и стойкости мучеников. А еще нужно в этот день строить планы на будущее, даже записывать их на бумаге и мечтать. Событием тех дней посвящено множество фресок, икон и храмов. Перед иконой сорока святых просят о силе выдержать синие взгоды, о стойкости. Люди, которые начинают терять веру, просят снова вселить ее в сердце, просят о самостоятельности и силе духа. Вместе с тем многие молятся у иконы и просят семейного благополучия, любви, здоровья для себя, для близких и для своих детей. Такую икону часто дарят на различные праздники, не забывая о том, что праздник сорок святых является одним из почитаемых и важных праздников в православном мире. В этот день задумывается о самых важных вещах. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.